Спонсор канала компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Всем привет! С вами снова Технокухня. Сегодня мы первые в России рассмотрим новый Reabus от Gerit. Reabus, или как его еще принято называть контроллер вентиляторов, вещь полезная в домашнем компьютерном хозяйстве. Это самый надежный ключ к успеху при сборке тихого компьютера. Вы нас иногда спрашиваете, тихий ли этот кулер, тихий ли тот кулер. Да все вентиляторы тихие, когда замедляешь движение оборотов крыльчатки. Управление корпусными или процессорными вентиляторами можно возложить на системную плату. Ставишь в BIOS Silent Mode, тихий режим, и все. Пока процессор не сильно нагревается, все вентиляторы работают от 30-50% от мощности. Но не все системные платы поддерживают именно ваши вентиляторы. Не всегда хватает посадочных мест для питания всех вентиляторов. А уж постоянно залезать в BIOS тоже не хочется. И тут на помощь приходят Reabus. Вручную выставляешь обороты каждого вентилятора и порядок. Можно даже вентиляторами видеокарты управлять, но для этого нужен переходник, которого в комплекте нет. И нужны знания, чтобы не спалить акселератор. Вообще, если честно, видеокарты лучше управлять через специальную утилиту. В этом случае и тихо будет, и вентилятор увеличит обороты при перегреве, даже если вы ограничили скорость вращения. Некоторые управляют вентилятором блока питания, но это для очень продвинутых пользователей. Потому что если у вас шумит блок питания, то для достижения тишины лучше подобрать тихий вентилятор, но с большими оборотами, например от ThermalRide, и запитать его напрямую от блока питания же. Тогда вы избежите поломки. Мы отвлеклись, но думаем, что информация была полезна. Итак, Реобаз может понадобиться для всего, но лучшее применение это вентиляторы процессорного кулера и корпусные вентиляторы. Подключайте вентиляторы, выставляйте обороты так, чтобы вас не раздражал шум, и следите за температурами процессора, системной платы, винчестера и видеокарты в программе AIDA64. Реобаз от GELIT имеет 6 каналов для подключения вентиляторов. Можно из каждого канала до 30 Вт. Теоретически к каждому каналу можно подключить 5 и более вентиляторов. На практике разветвители есть на 2 и 3 вентилятора максимум, и естественно никаких ограничений у пользователя не будет. К каждому каналу можно соотнести термощуп. К примеру, канал 3 будет отвечать за обороты переднего вентилятора корпуса, который охлаждает корзину с винчестерами. К одному из винчестеров цепляем шуб. И мы будем видеть, насколько хорошо вентилятор охлаждает винчестер. Можно вызвать автоматический режим, и тогда обороты вентилятора будут плавно повышаться или поднижаться, исходя из температур. В общем, когда компьютеру жарко, обороты и шум будут расти, а в простое вентиляторы будут вращаться на минимуме. Красота! Производитель заявил о поддержке 4-х контактных вентиляторов. На самом деле вся поддержка заключается в том, что контакт ставить можно, но присутствует не 4, а 3 пина. С другой стороны, переживать особо не стоит. 4-х пиновые вентиляторы будут прекрасно работать с этим реабасом. Управление сенсорное. Можно выключить или включить индикацию. Панель металлическая и, как вы давно поняли, весьма стильная. Таким был Ариабас от компании Гелит. Наши награды серебром. С вами была Арина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!